Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital! Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите дайджест видео новостей от SkyWay, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний SkyWay и SkyWay Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Шейх и наследный принц Дубая Хамдан Ибн Мохаммед Аль Мактум ознакомился с транспортной технологией SkyWay. Преимущество струнных технологий шейху показал на примере модели Unibike Unicare руководитель управления дорог и транспорта Дубая Матар Аль Тайр. Французский интернет-портал о современном транспорте Actu Transport Logistics выпустил статью с обзором технологий SkyWay. Генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий записал видеоответ на претензии известного критика проекта струнного транспорта профессора Владимира Зылёва. Компания SkyWay Capital официально запустила механизм обмена долей на токены в рамках акций реинвестирования и выкуп. В Братиславе состоялось торжественное вручение Словацкой международной премии мира. Одним из лауреатов этого года стал генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Шейх Хамдан Ибн Мохаммед Аль Мактум, наследный принц Дубая, ознакомился с транспортной технологией SkyWay. Это произошло во время визита наследного принца в управление дорог и транспорта Дубая, где руководитель ведомства Матар Аль Тайр рассказал ему о преимуществах струнных технологий. Как отметил Матар Аль Тайр в публикации на портале Arabian Business, SkyWay будет использовать в 100 раз меньшее пространство по сравнению с привычными видами транспорта с аналогичной пропускной способностью. В то же время по энергоэффективности модули SkyWay в 5 раз превосходят электромобили и требуют в 10 раз меньше инфраструктуры, чем традиционные системы общественного транспорта. Среди представленных высоким гостям моделей были Unibike и односекционный Unicar. О впечатлениях, которые наследный принц Дубая поделился после демонстрации, читайте на нашем сайте. В начале ноября на сайте французского интернет-портала Actu Transport Logistics, который освещает темы транспорта и логистики, вышла статья о струнном транспорте с заголовком «Инновационная транспортная система SkyWay набирает очки в Объединенных Арабских Эмиратах». В статье обсуждаются проекты строительства инновационного центра SkyWay и высокоскоростных транспорт в Объединенных Арабских Эмиратах. Их текущее состояние, преимущества и возможности развития. Вот что пишут авторы. За пределами инновационного центра в Шарджи планируется строительство высокоскоростной линии. Длина линии составит 25 км и будет располагаться в другом Эмирате Объединенных Арабских Эмиратов. Этой длины будет достаточно, чтобы высокоскоростной Unibus смог разогнаться до скорости в 500 км в час. Таким образом, компания сможет продемонстрировать способность своего транспорта работать в суровых погодных условиях Ближнего Востока. Соотношение численности союзников проекта SkyWay и его противников постоянно изменяется в пользу первых. Сомневаться в реализации струнного транспорта постепенно становится все труднее, сопротивляются в основном отъявленные скептики и люди, для которых признать то, что они были неправы – это имиджевая катастрофа. Среди последних – профессор МИИД, доктор технических наук Владимир Зелёв. С далекого 2006 года он последовательно пытается навредить SkyWay своими высказываниями. Не так давно он даже записал блог, в котором он рассказывает о результатах экспертизы струнного транспорта десятилетней давности. Чтобы расставить все точки над «и», в виде ответ на претензии профессора Зелёва записал генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий. Смотрите его на нашем сайте. Месяц назад компания SkyWay объявила о проведении акции «Реинвестирование и выкуп». В рамках акции первые 5000 инвесторов SkyWay получили возможность продать за деньги 100 000 долей, а первые 50 000 – возможность обменять доли в количестве 100 000 долей на токены. С 11 декабря 2018 года SkyWay Capital официально запустил механизм обмена долей на токены. Всем, кто ходит в число первых 50 000 инвесторов, в SkyWay уже было отправлено письмо-уведомление. Чтобы узнать, можете ли вы обменять ваши доли на токены, проверьте почту или страницу в личном кабинете SkyWay Capital. Там появится специальный баннер. 11 декабря в Братиславе состоялось торжественное вручение Словацкой международной премии мира. Эта награда учреждена неформальным форумом «Экономический клуб». Лауреаты премии – люди, которые сделали значительный вклад в дело мира, улучшение условий жизни человечества, обеспечение безопасности ненасильственными методами, а также содействовали всестороннему развитию цивилизации, человеческого общества, отдельных наций и стран во всем мире. Премия существует с 2015 года, и среди ее лауреатов, например, Хосе Анхель Гурье, один из крупнейших в мире финансистов, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития. Одним из лауреатов этого года стал генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий. В процессе награждения он рассказал гостям о своем видении перспектив развития наземного транспорта и космонавтики. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова